Конец прошлой недели для православных христиан был так называемым мясопустным, что означает мясо оставляю. Это последние дни, когда перед началом Великого Поста православные употребляют мясо в пищу. Традиционно в эти дни проходят и масленичные гуляния. Не стало исключением и АХ. Клуб спортивного собаководства Елизар в субботу позвал на масленицу своих друзей, воспитанников центра родник и ребят из юнармии. Собаководы показывали достижения и выучку своих питомцев. Были веселые игры, танцы, перетягивания каната и, конечно, много блинов, которые с удовольствием ели и взрослые дети. В данный момент мы едим блины. У нас масленица. Мы провожаем зиму, встречаем весну, а самое главное, мы встречаемся со своими самыми близкими друзьями, нашими малышами из родника, из юнармии, ребятами. И вот гостями, которые к нам приходят, самыми маленькими, очень любим, когда к нам приходят дети. Потому что, во-первых, это социализация для наших собак. Во-вторых, это, в первую очередь, возможность детям поиграть с собаками, погладить, узнать о новых породах. Ну и, разумеется, подружиться всем незнакомым людям. Мы очень рады, когда к нам приходят гости. В воскресный день в храме преподобного Сергия Радонежского прошла очередная литургия, которая знаменовала так называемое «прощенное воскресенье». По традиции, в этот день православные христиане просят прощения перед родными, близкими и всеми людьми, сами просят и прощают своих обидчиков. Уже сегодня, в понедельник, начался Великий пост, который завершится 1 мая праздником Пасхи или Воскресения Христова. На проповеди настоятель храма Отец Георгий говорил о важности соблюдать не только пост в пище, но и пост духовный. А вот пост духовный, наверное, мы все можем соблюдать, то есть простить друг друга, примириться, в период Великого Поста сделать какие-то добрые дела, лишний раз, в скобочках, помолиться, прийти в храм, поисповедоваться, причаститься. Это то, что мы можем сделать, то, что нам по силам. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами в этом Великом Посту, чтобы мы попастились и достойно встретили праздник Святой Пасхи Христовой. Спасибо.